И сегодняшнюю тему я назвала «Равные Богу». Я знаю, что название немножечко такое, может быть, как сказать, «спайси». Не все со мной, может быть, согласятся, не всем это может быть кому-то неинтересно, кому-то это еще непонятно, для кого-то это звучит как богохульство, может быть, даже. Но я действительно верю в то, что церковь идет в этот сезон, в это время, в эту полноту Бога. Где мы не будем стесняться взять на себя ответственность и сказать реально, что Бог родил нас для того, чтобы мы стали на один уровень с Ним. Бог ведет нас в место, где мы можем, мы сможем свободно и спокойно сказать, что мы равны Ему. Я знаю, как бы об этом мало говорится, и об этом говорится с опаской, и немножечко осторожно, потому что можно перегнуть палку, можно зайти не туда. Но, знаете, это очень давно лежит у меня на сердце, я об этом очень много думаю, размышляю, просто очень часто попадаю в моменты, где Бог меня берет просто, знаете, в такое сверхъестественное воображение, из которого я порой не могу выйти часами, где ты понимаешь, что это не твое человеческое воображение, что это Бог, который показывает тебе моменты и вещи, очень, знаете, интересные. Знаете, как мы постоянно говорим, да, что мы первопроходцы. Мы первопроходцы, мы идем в новое, мы идем туда, чего еще не видела земля, чего еще, как написано, да, не видели наши глаза, не слышали наши уши. Это новая сфера, где не ступали еще наши ноги. И мне, знаете, интересно это слово, как мы себя называем, пионеры, первопроходцы. И я просто пошла немножечко в этот момент, и я посмотрела, что обозначает слово первопроходцы. Это люди, которые завоевывают новые территории, обживают их. Но, знаете, меня также упал, просто мой взгляд упал на одно слово, на которое Дух Святой очень сделал большое ударение. Это слово первопроходцы, пионеры, оно также значит оригинаторы, зачинатели. И, знаете, Бог сказал мне такую очень интересную вещь. Он говорит, ты знаешь, что дьявол не боится того, что вы идете в новое. Я говорю, как, Бог, я не поняла. Он говорит, дьявол абсолютно не боится, что вы идете в новое. Его бесит, когда вы говорите о том, что Бог возвращает вас в оригинальное. Потому что оригинаторы — это люди не просто, которые идут в новое. Это те, которые зачинают что-то. Это люди, которые создали что-то оригинальное. Смотрите, когда мы все дети света, аминь, когда-то еще, прежде того, как мы были посланы на эту землю, мы были в нем, аминь. Бог, Он есть свет. Мы были в Отце, мы были духами, которые находились в духе Отца. Я даже так скажу, мы были частью Его Духа. Когда Бог послал нас сюда, на эту землю, вы знаете, мы часто говорим, мы идем в новое, туда, что не видели глаза, не слышали уши, да? Но на самом деле мы не идем в новое. Мы возвращаемся назад в оригинальное. Знаете, что не видели наши глаза и не слышали наши уши? Или почему, я так скажу, будет правильно сказать? Потому что это неизвестно нашему естественному человеку. Это непонятно нашим физическим, естественным глазам и ушам. Это то, что не видел этот естественный мир. Но на самом деле наш дух внутри нас, он стонет, он кричит, он ожидает, он томится. Потому что нашему духу абсолютно четко известно то, куда Бог ведет свое тело, свою церковь. Куда Он возвращает ее? Мы не идем в новое. Мы не идем в новое. Мы возвращаемся назад в оригинальное. В то, кем Бог замыслил нас, родил нас. Вы знаете, потому что, помните, восьмая глава римлянам, там написано что? Что мы стонем, мы томимся, не только творение, но также и мы внутри себя стонем, томимся, жаждем, желаем нашего полного восстановления, нашего полного статуса, как сыновья и дочери Бога. Ты можешь стонать, мучиться, жаждать чего-то, что ты никогда еще не видел. Вот представьте себе. Я думаю, нет. Ты можешь мечтать об этом, ты можешь хотеть что-то новое, но когда внутри тебя стон, это говорит о том, что ты уже был там. Ты уже переживал это, ты уже ощущал, ты знаешь это. Это то, куда Бог возвращает церковь. В оригинальное, в настоящее, в то, что Он запланировал. Вы знаете, как написано, что Дух Божий, Он проникает во все глубины Бога. Мы, как те, кто были в Духе Бога когда-то, мы, как часть Духа Бога, мы, имеющие начаток Его Духа, мы способны проникать в Его мысли, Его мечты, в Его желания. Вы знаете, что от нас, как от людей, рожденных свыше, людей-оригинаторов, потому что Бог, Он самый главный оригинатор, Он тот, кто замыслил все, кто все придумал, кто все это сотворил. Когда Он творил, мы были в Нем и творили вместе с Ним. Поэтому мы, имея часть Духа Божьего, мы способны проникать во все Его глубины. Мы способны знать всю мудрость Бога. Я знаю, как бы это звучит немножко, но это большие слова. Покажи в реальности, что мы можем. Вы знаете, почему мы так говорим? И мы и будем продолжать оставаться в этом до тех пор, пока у церкви не поменяется мышление, до тех пор, пока мы реально не поверим в то, кто мы есть. Вы знаете, что оригинаторы — это настолько важные люди, что то, куда ведет Бог церковь, мы не сможем дойти, пока не поднимутся эти люди. И эти люди, оригинаторы, эти люди, которые помнят, помнят, которые вытащат изнутри своего Духа то, что они помнят, эти люди восстановят оригинальное, настоящее, то, для чего вообще Бог создал человека. И это то, о чем моя тема сегодня. Мы люди равные Богу. Мы равные Богу. Реально, я не сошла с ума, когда я говорю эти вещи. Серьезно, я верю в это. Я верю в это очень сильно. Я верю в абсолютно другую реальность. Другую реальность. И хотя сейчас еще не я и вы, мы очень мало видим этого. Но вы знаете, очень часто, когда я сама попадаю, знаете, как бы, ну, в такие ямы, иногда уныние, иногда какая-то усталость, иногда ты думаешь, Бог, ну вот и молимся, и говорим, и проповедуем, и верим, и читаем, и погружаемся в Тебя, но видим еще так мало. И приходит иногда такое, знаете, какое-то уныние или отчаяние. Иногда, как я думаю, вы приходите к Богу пожаловаться, да, поплакаться. Он говорит, садись со мной за стол. Он просто достает эти блупринт, эти чертежи будущего. И он говорит, ты помнишь, ты помнишь, когда ты была во мне, ты помнишь, это отпечатано на твоем духе, это записано внутри тебя, то, для чего я родил человека. Я родил тебя для себя, я родил тебя, поставить тебя рядом с собой. Знаете, это ненормальная реальность, в которую Бог ведет нас. И, знаете, одно из моих сейчас на данный момент любимых мест — это Колоссянам, 3 глава с 1 стиха. Я сейчас прочитаю эти пару стихов. Знаете, я сейчас очень-очень-очень много над этим размышляю, практически каждый день. Потому что меня очень интересует эта сфера, это место, где написано, что мы посажены с Ним на небесах. Знаете, такое затертое, затертое местописание. Мы посажены на небесах, со Христом, по правую руку Отца, в Иисусе Христе. А о чем это, куда это вообще? И, знаете, я не скажу, что я во всей полноте понимаю это все, но мой дух настолько заинтригован. И я очень часто читаю, перечитываю это место. Я сейчас прочитаю его, опять же, в моем любимом переводе. Это Колоссянам, как я сказала, 3 глава с 1 стиха. Смотрите, я, наверное, уже и вас здесь, здесь у вас тоже читала это место, но я прочитаю вам еще раз. Я его очень люблю. Сейчас. Воскресение Христа из мертвых — это также и ваше воскресение. Смотрите, я здесь остановлюсь, да? Воскресение Христа из мертвых — это также и ваше воскресение. Или воскрешение, я не знаю, как правильно сказать. Мы очень много говорим о том, что Христос воскрес, празднуем воскресение. Но, знаете, мы очень-очень мало говорим о том, что мы воскресли вместе с Ним. Я думаю, что мы должны устраивать праздники не только по поводу того, что Христос воскрес. Мы должны точно так же устраивать праздники по поводу того, что мы воскресли с Ним. Потому что если мы все время говорим только о Христе, о том, кто Он, что Он сделал для нас, но мы не празднуем то, что произошло с нами во время воскресения, то я вам честно скажу, тогда вообще ничего не произошло. Тогда Христос и не воскрес. Но Он взял нас с собою, провел нас через процесс смерти и процесс воскресения. И Он говорит, воскресение Христа, это точно так же и ваше воскресение. Аминь. И смотрите дальше. Почему? И Он говорит, поэтому теперь стремитесь, или еще это слово обозначает, вы должны жаждать, томиться, желать, хотеть. Поэтому стремитесь ко всему тому, что свыше, туда, где Христос сидит на троне, по правую руку Отца, вместе всей силы, всей чести и власти. Это то, где мы посажены с Христом. Все то, что Иисус, как воскресший человек, получил от Отца, все это сейчас принадлежит нам. Представляете? Во всей, во всей полноте. Вы знаете, что когда Христос ушел, Он ушел в человеческом теле отсюда. Сейчас Он является одной частью Троицы, являясь человеком. Вы знаете, что сейчас человек по имени Иисус управляет Вселенной. И это то место власти, чести, авторитета и силы, куда мы посажены с Ним, как церковь, как Его невеста, как равные Ему. Это очень сильно. Смотрите, и потом Он говорит дальше. Это будет второй стих. Да, насыщайтесь всеми сокровищами небесной атмосферы и заполняйте свои мысли небесной реальностью. И пусть вас не отвлекает обычная, естественная атмосфера или реальность. Когда Бог берет тебя или когда Бог берет меня. Как я уже сказала, знаете, иногда я просто бываю на работе. И я обожаю такие дни, когда рабочий день проходит у тебя за пять минут. Потому что Бог берет тебя в сверхъестественное воображение и начинает показывать тебе реальность неба. И я сейчас немножко поговорю о том, что такое есть реальность Бога. Бог берет тебя в реальность, и ты погружаешься в этот сверхъестественный мир и видишь эти вещи. И я, знаете, очень часто задаю Богу даже агрессивные вопросы. Я говорю, Бог, вот здесь написано, насыщайтесь, пируйте, ешьте, берите, копайтесь, идите в глубину всех сокровищ небесной реальности. Что это, Бог? Ну для чего это же написано? Это же не просто красивая поэзия. Вот воображайте себе богатство неба. Оно где-то существует. Оно где-то есть. Я верю, что мы, как человечество, мы должны, рожденные свыше, мы должны перейти через этот барьер. Мы должны перейти в абсолютно другую реальность. Вот о чем написано, что не видел того глаз и не слышал уха. Естественный человек, живущий в естественной реальности, он не видел этого. Бог говорит, ну когда вы воскресли со мной, когда вы перешли в другую реальность, вы попадаете в другой мир, где богатство и сокровища. Он говорит, я хочу, чтобы вы сосредоточились, чтобы вы ели и насыщались этой реальностью. Я хочу, он говорит, обогащайтесь этим. И я задаю Богу вопрос, я говорю, Бог, что значит твоя реальность? Вы знаете, такие люди, как, например, вы знаете, да, кто такой Эйнштейн? Все знают. Человек, который сошел абсолютно с ума в реальности человечества. Вот с такими волосами, которые дыбом, да, глаза ненормальные, горят ненормальным огнем. Это человек-изобретатель, это человек-оригинатор, который, я не знаю, как бы мы говорим сейчас о христианах, я не знаю, каким он был, но это человек, который носил в своем духе, я верю в ДНК Бога, потому что Бог, он оригинатор, он создатель вообще всего науки, всего, да? Этот человек, он просто перешел в другую реальность. Он взял оттуда вещи и воспроизвел их в этом естественном мире. Это то, кем Бог родил нас. Мы должны перейти в эту сверхъестественную реальность и брать оттуда вещи, которые мы можем воспроизводить здесь. Что вообще такое реальность Бога? Знаете, мы очень часто и много говорим о том, что реальность Бога, царство Бога на земле, это исцеление, чудотворение, я сама об этом часто говорю, это воскрешение мертвых, это где Бог, вы знаете, исцеляет землю. Но, знаете, Дух Святой показал мне такую интересную вещь, Он говорит, это не есть моя реальность. Он говорит, когда Иисус ходил по земле, исцелял больных, воскрешал мертвых, творил чудеса, Он просто исцелял больную реальность. Он возвращал нас в настоящую реальность. Настоящая реальность, вы знаете, что это? Настоящая реальность, это когда израильтяне выходили из Египта, и среди них не было ни одного больного человека. Там не было постоянных исцелений. Вы знаете, люди заболевали, и Бог их исцелял. Но там нигде не написано. Там написано, что вот сколько лет они шли, в их среде не было ни одного болящего, ни одного. Их обувь не снашивалась. Вот это реальность Бога, в которую Бог хочет поднять и перевести нас. Я верю в это очень сильно. Пока мы просто исцеляем эту больную реальность. Знаете, мы смотрим на этот мир, и мы говорим, мир погряз в амглее, во злее, столько зависимости, наркомания, блуд, ужас, растление. И мы говорим, это реальность сегодняшнего дня. Это не реальность. Это не реальность. Реальность — это царство Бога на земле. Реальность, знаете, это не просто воскрешение из мертвых. Это Моисей, который 40 дней на горе без воды и пищи. Вот это настоящая реальность. Это Илья, который, знаете, там пару глотков воды, который принес ему ангел, и небесного хлеба, кусок, лепешки. И он идет 40 дней. Я верю в эту реальность. Я не знаю, может быть, кому-то неинтересно это, но меня захватывают эти вещи. Я говорю, Бог, если мы, если Ты поставил нас на один уровень с Твоим Сыном, который стал человеком, но жил в абсолютно другой реальности, я хочу туда. Я хочу туда. Потому что когда мы молимся, пусть придет Царство Твое на эту землю, это реальность духовной атмосферы. Вы знаете, когда говорят, человек умирает, и он переходит в другую реальность, я сейчас не об этом говорю, о том, когда наше физическое тело умирает. Я сейчас говорю о настоящей небесной, небесной, божественной реальности. Это не смерть и небо. Там, знаете, как рассказывают небеса с зеленой травой, там золотые дворцы, которые нам Бог выстраивает. Я понимаю, это тоже есть, но я не об этой говорю реальности. Реальность — это когда ты попадаешь в его реальность, в его реальности, в самого Бога, кто он есть. И ты начинаешь жить тем, чем живет он. Я не знаю, я доступно говорю, меня здесь понимает кто-то. Я хочу этого. Я хочу этого. Это, я не знаю, это настолько, знаете, оно томит мое сердце, я об этом мечтаю постоянно. Смотрите, написано, ваше сораспятие со Христом разрушило связи с этой жизнью. И теперь ваша настоящая жизнь сокрыта в Боге, потому что вы живете во Христе помазанном. Это абсолютно другая реальность. Знаете, мне, честно скажу, я очень много думаю о полноте Бога, и меня немножко напрягает такая версия, как мы здесь странники и пришельцы на этой земле. Я понимаю, это написано в Библии. Это написано в 11 главе евреям. Но меня немножко напрягает эта теория. Почему? Потому что Бог сказал, что я дал человеку землю во владение. Серьезно, я постоянно, вы знаете, у нас какая-то мода пошла сейчас даже. Все хотят на небо. Я постоянно это слышу. Ой, так мне надоело это служение, да бросить бы это все, оставить бы все, да я хоть сегодня к отцу на небо. Я понимаю. Но, с другой стороны, кому-то Бог доверил эту землю. Вы понимаете, мы как люди, мы не хотим на себя брать ответственность. Нам легче монатки собрать и свалить отсюда. Но на самом деле нету людей, которые понимают, что такое реальность Бога, которые хотят перейти не просто на небо, в свой дворец и расслабиться там, которые хотят увидеть реальность Бога на этой земле. Я мечтаю об этом. Это не что-то новое. Вы знаете, Аввакума, 2 глава, 14 стих, там написано, что земля в последние дни, она наполнится не славой Бога, она наполнится познанием славы Бога. Как воды покрывают моря. Что это значит? Я верю, что вместе с тем, как Царство Бога опускается на эту землю, познание о славе. А кто есть слава? Это Иисус. Сын есть слава Отца. Познание об Иисусе, об Его полноте, оно заполнит эту землю. Мы будем узнавать новые, новые грани того, кто Он есть. Вот это реальность Бога. Поэтому меня немножко напрягает эта теория. Знаете, то, что мы постоянно собираемся на небо. Царство Бога. Вы знаете, мы поем часто, пусть Твое Царство опустится на эту землю. Пусть Твоя слава сойдет. Приди, Царь, и Царствуй. Где? На этой земле. Откровение написано, приди, и Царствуй. Forever and ever. Во веки, веков. Приди, и Царствуй. Для чего мы вообще это тогда поем? Если мы не понимаем реальности Бога, что она должна опуститься на эту землю. Точно такая же, как и на небе. Вы знаете, я начала говорить за реальность, за евреям 11 глава. Вы знаете, что там написано? Там написано, что эти, я своими словами, что эти люди, которые не получили обещанного, они находились, написано, что они жили в другой реальности, они видели другую реальность. И поэтому их Бог не боится, не стесняется, не стыдится называться их Богом. Вот вы не задавали себе вопрос, как это Бог может кого-то вообще стыдиться? Что значит стыдиться? Он не стыдился. То есть, другими словами, эти люди, они вошли в его атмосферу. А там, где человек попадает в атмосферу Бога, в Божью реальность, он и Бог, они одно. И Бог не то, что не стыдится, он теперь воспринимает их по-настоящему. Понимаете, о чем здесь речь идет? Бог воспринимает их. Точно так же, как Богу без веры угодить нельзя, потому что, где нет веры, это не атмосфера Бога. И только когда ты попадаешь в атмосферу Бога, ты способен верить, и ты способен угодить Ему. Точно так же здесь. И написано, что Бог приготовил им небесный Иерусалим. И многие думают, что это небесный Иерусалим, это город, где мы будем жить на небе. Нет. Небесный Иерусалим – это церковь Христа, которая спускается на эту землю. Вот они о чем мечтали. Я верю, что у этих людей было огромное откровение церкви Христа, от тела Христа, которая будет реально жить в атмосфере и в реальности самого Бога. Вы верите в это? Я верю, что этот город опускается на эту землю. Это не просто место. Вечность – это не место. Город Иерусалим небесный – это не место. Это церковь, перешедшая в абсолютно другую реальность Бога. И поэтому Он не стыдится называться их Богом. И Он приготовил им этот Иерусалим. Смотрите, когда мы молимся и говорим «Пусть придет Царство Твое на эту землю», мы говорим «Пусть невеста сойдет на эту землю». Пусть невеста сойдет на эту землю. Почему? Потому что реальность Бога – это Христос, есть церковь, и церковь – есть Христос. Помните, коммунисты, они содрали такую сильную вещь, они украли ее у Бога. Это демоническая вещь, когда они говорили «Партия – это Ленин». Ленин – это партия. Кто из постаршего поколения, вы знаете, о чем я говорю, да? Откуда это было содрано? Христос есть церковь, и церковь есть Христос, подобная Ему, равная Ему, зашедшая на ту же ступень, что и Христос, точно такая же, как Он. Где это написано в Библии, я вам чуть-чуть позже прочитаю. Очень много есть мест, которые говорят об этом. Вы знаете, мы почему-то, как церковь, поставили себе потолок, мы поставили себе рамку. Вот я сейчас очень много читаю о Божьих генералах, люди, которые ходили в ненормальных, таких, знаете, сверхъестественных дарах, переворачивающих наше мышление. Мы часто выставляем там сейчас их ролики на Ютьюбе, цитируем места, которые, знаете, выражения этих людей. И кажется, мы все хотим, я хочу быть там, как этот Эй Ален, или как его звали, этот в общем, как Божьи генералы, многие из них. Нам хочется быть, как они. Но вы знаете, я когда читаю, я вижу у них пробелы. Я вижу у них вещи, которые они еще не достигли, которых они еще не понимали. И кто-то скажет, знаешь, хватит пустословий, ты хотя бы дорасти до ихнего уровня, хотя бы пусть в твоей жизни произойдет одно чудо. Я понимаю вас. Я понимаю вас. И у меня такие мысли приходят. Но с другой стороны, если мы так будем всю жизнь думать, мы будем, как эти, знаете, курицы высиживать яйца всю нашу жизнь. В то время, когда Бог поднимает планку абсолютно выше. Почему мы делаем людей, даже апостолов, Божьих генералов, как наш потолок, вот достигнуть туда? Вы знаете, кто наш потолок, выше которого нельзя перепрыгнуть? Это Христос. Это его полнота. Выше нету. Но все эти люди, о которых мы читаем, с которыми мы сравниваем себя, эти люди, они не есть потолок. Я не хочу, реально, мне хочется делать те вещи, что делали они, но есть что-то намного выше, намного большее. Знаете, кто из вас читал книгу Джеймса Малони Golden Ladies of Gold, да? Женщины золота и там золотые светильники? Не знаю, читали вы или нет. Я читала, это очень как бы глубокая книга. Он описывает эту категорию людей, эту группу женщин, которые много лет были скрыты Богом. Они жили, они собирались в доме у этой женщины одной. И у них настолько был свободный доступ к небу, где была реально дверь, через которую они свободно выходили и возвращались назад с неба. Где к ним ежедневно приходили ангелы, учили их, где слава Бога настолько опускалась на то место, покрывала их золотом. Они возвращались с неба в других одеждах, в одеждах с неба. Там реальные были вещи. Эти люди жили настолько, знаете, в другой атмосфере. Они были скрыты от глаз людей. Это были ходатые, которые просто вымаливали. Они молились о будущем, чтобы Бог поднял настоящую церковь. И знаете, я когда читаю, у меня аж волосы дымом, думаю, Бог, я бы хотела так. Я бы хотела быть в этой реальности. Но потом я просто смотрю на эту женщину, она была лидер этой группы, она многие годы провела в болезни, лежа в постели. У нее дочка была больная, инвалид. И ты смотришь на это, и вы знаете, сейчас мы можем вывести теорию и сказать, посмотри, в каком уровне славы люди ходили. В то же самое время она лежала больная. Вы знаете, что у этой женщины не было полного, и Джеймс Малони об этом пишет, и она сама говорила, у нее не было полного откровения, завершенной на кресте работы Христа. Вы представляете, можно в чем ходить, но это еще не потолок, это еще не полнота Бога. Полнота Бога это завершенная работа, завершенная, вся полнота того, что Он сделал для нас и на какой уровень Бог поднял нас. Аминь. Я хочу в эту полноту. Поэтому, когда я читаю все эти вещи, я понимаю, что, знаете, Бог ведет нас намного дальше. Я очень много, кстати, тоже слушаю Кэтрин Кульман, знаете, вот эти старые ее записи, и ты просто поражаешься тому, насколько у человека были отношения с Духом Святым, те дары, в которых она ходила. Но, знаете, и я вижу, много людей выставляют ее выражения, там на Фейсбук, где-то еще, на Мидии, и читаешь, и вроде все так классно звучит, и поражаешься ее служению, тому, что Бог делал через нее. Но я, знаете, иногда слушаю вещи, которые она говорила, и они, знаете, вот такое бывает, и оно режет слух. и ты думаешь, Бог, ну, знаете, я не мню о себе ничего, это просто то, что мне показывает Бог, и он показывает, что планка должна быть понята выше. Знаете, такое известное выражение, как мне должно умоляться, а Христу возрастать. Мы сделали это девизом и подвигом, знаете, девиз наших сегодняшних дней в теле Христа. Бог, ты должен возвеличиться, мне нужно умоляться. Я понимаю, когда мы говорим о распятии нашей плоти, где мы должны потерять свое имя, но, знаете, здесь, здесь, здесь немножечко речь идет о другом. Люди, потерявшие свое имя, вы знаете, как мы говорим, поднимается поколение безликое, безымянное, да? Это поколение, которое потеряло имя старой реальности. Это поколение, которое потеряло свое старое имя, но оно приобрело новое имя Христа, которое стало равными Богу. Это поколение безликое. И когда мы говорим, я, кстати, пошла в это место, это Иоанна, третья глава, это слова Иоанна, Иоанна Крестителя, который сказал, что мне должно умоляться, а ему возрастать. Смотрите, какой здесь интересный поворот. Это очень сильное место, имеющее огромную глубину. Я не буду его читать, я расскажу своими словами, там написано так, Иоанн говорит, я не мессия, я просто посланник, посланный Богом перед ним, перед Христом. Он говорит, он есть жених, а я друг жениха. И когда я слышу голос жениха, я радуюсь, я был послан привезти ему невесту. И я радуюсь, потому что и сейчас радость моя совершенна, или она завершена, она полная, она в полноте. Смотрите, кто такой Иоанн Креститель? Он репрезентирует старое поколение пророков, старый завет. Это люди, которые пророчествовали, прокладывали путь к грядущему Христу. Они говорили о Христе и о теле Иисуса, о невесте, которая должна подняться. И поэтому Иоанн говорит, я не есть Мессия, но я репрезентирую старое поколение, поколение пророков, которое пророчествовало об Иисусе. Он говорит, и когда, и я готовлю сейчас, я просто подвожу к нему невесту. И он говорит, когда я вижу жениха, я радуюсь, и моя радость совершенная в полноте, потому что я вижу, что происходит. И дальше он говорит, теперь пришло время, когда мне, как старому поколению, как старозаветным пророкам пришло время умолиться. Наша миссия отошла уже в сторону. Сейчас время подниматься, возрастать Христу. Что значит Христос возрастает? как Христос возрастает? Христос возрастает за счет невесты, которая выходит из него. Вы видите, как здесь меняется вся ситуация? Он говорит, пришло время Христу возрастать, а мне умоляться. Все старое уходит назад. Сейчас выходит на поверхность невеста, как Адам, вы знаете, он возвеличился или как бы умножился, если так можно сказать, за счет того, что Ева была взята из его ребра. Точно так же сейчас невеста, выходящая из Иисуса, рожденная от Него, она, Иисус поднимается за счет нее. На этой земле поднимается невеста. Это то, как Христос возвеличивается, поднимается, возвышается на этой земле. Это не то, что теперь меня не видно, не слышно, Бог, только Ты, и меня здесь нет. Вы знаете, что мы равные партнеры Бога. Я не знаю, где церковь взяла вообще эту версию, что мы, просто, вы знаете, я понимаю, что все о нем. Он, и мы поем такую песню, знаете, сейчас я обожаю эту песню, где мы поем, тебе нету подобных, тебе не подобных, тебе нету равных, и тебе нету соперника. Да, соперника Богу нету, никто не может с ним состязаться, но равные Богу есть. Я не боюсь себя назвать равной Богом. Знаете, почему? Смотрите, я знаю, был один такой, мы часто об этом говорим, тот, который посчитал себя равным Богом, он сказал, я поставлю свой престол выше его. Дьявол, да? Где он сейчас? Но знаете, в чем разница? Разница в том, что он сам захотел поставить свой престол, он сам возвеличил себя, но мы, как его церковь, как его тело, мы не делаем это сами. Он поднял нас на свой уровень. Он сказал о нас, что мы равные. Мы очень много говорим о нем, превозносим его, возвеличим его, но в семье даже муж и жена это партнеры, равноправные партнеры. Да, у каждого своя ответственность, своя обязанность, но если в семье муж и жена они как равные партнеры, это ужасный брак, это несчастливая семья. Поэтому Бог так и сотворил человека, не человека, а он сотворил церковь, равную Христу. Он поднял ее на этот уровень. Здесь нет ничего зазорного, это нормальные вещи. Церковь должна понять это. Когда мы поднимемся на уровень Христа и поймем, что мы равны Ему, это будет бомба, которая перевернет всю землю. Я верю в это. Реальность вообще этой земли абсолютно изменится. Аминь. потому что кто такие равные? Это двойники, это подобие, это похожие, это точно такие же, как он. Это обратная сторона креста, о которой мы говорим на энкаунтере очень часто. Аминь. Поднимается это поколение, я верю в это, я верю в это. знаете, такая книга, как «Песни песней». Вообще многие считают, что это книга для женщин, там романс, описание красоты, любви, а многие люди понимают ее вообще в превратном, извращенном понимании. Знаете, мы как бы обожествляем книги «Откровения», «Послания апостолов». Но знаете, какая-то сильная стратегическая книга, сильнейшая. Я помню, мы когда были молодые, еще с Сашей молодожены были, мы поехали на церковный, у нас был церковный молодежный кемп, как бы для молодых семей, и нам один очень духовный брат объяснял очень духовные вещи о книге «Песни песней», о том, что обозначают разные женские части тела. И знаете, и он рассказывает, у него аж слюни текут. Представляете, на какой уровень мерзости мы опустили это сильнейшее откровение, это страсть Иисуса, это сердце, вылитое на землю перед человечеством, где описывается полнота его искупления. Это книга, где описываются реальные отношения, взаимоотношения церкви и царя последнего времени. Если кто-то не читал эту книгу, особенно в нормальном переводе, я прочитала эту книгу в Passion Translation, я обожаю это. Вы знаете, там настолько сокрыто много тайны, столько красоты, столько страсти, где описываются отношения двух партнеров, Христа и невесты. В этой книге описано пять раз он упоминает нас, как равные ему. Я не буду сегодня читать, я не буду тоже сильно долго, потому что время занимает, но я просто буквально своими словами. Смотрите, там написаны, описываются очень сильные вещи о том, кто мы. И это ты можешь понять только с Духом Бога, откровением Его Слова. Смотрите, Иисус там обращается к своей невесте, к церкви своей, которая, как мы сегодня, вы знаете, мы привыкли называть себя постоянно Бог, да, ты сильный, ты простил нас, очистил, но мы все равно люди, ты Бог, мы поклоняемся тебе, царь, но мы где-то там. И как эта невеста говорит, она говорит, я темная, да, но Иисус смотрит на нее, и это стратегия его любви, когда он ей просто говорит, он говорит, ты моя совершенная, в тебе нету, это, кстати, четвертая глава, если кто-то хочет, прочитайте сами, он говорит, в тебе нету никакого недостатка, он говорит, и теперь ты готова пойти со мной на самую высоту, на самую вершину гор, то есть он зовет ее, он говорит, пошли со мной в другую реальность, мы поднимемся с тобой на самую высоту, и мы будем сверху смотреть вниз на долину, когда Бог переводит нас в другую реальность, у нас есть способность вместе с ним смотреть вниз, и в синодальном там написано, он говорит ей, уйди от этих, от логова льва, там и барса, здесь в этом переводе написано, мы пойдем с тобой вдвоем, и мы объявим войну, войну льву и барсу, мы будем с тобой воевать с ними, представляете, это сила, которую имеют люди, которым Бог дал равноправие, которые становятся рядом с ним, и потом он говорит, все это потому, что ты проникла в мое сердце, ты захватила мое сердце, ты взяла меня в плен, он говорит, ты украла мое сердце своей любовью, и там есть такое английское слово, он говорит, I'm undone, я даже не знаю, оно не переводится, как это можно сказать, что я уже никакой, все, я уже как бы, я закончился, говорит, I'm undone by your love, все, твоя любовь покорила меня, мы часто говорим о том, что Бог сделал для нас, но вы знаете, что мы сделали с Ним? Бог, который смотрит на тебя, и Он говорит, ты покорила меня, ты свела меня с ума, я думаю о тебе бесконечно, и не свожу свой взгляд с тебя, Он говорит, ты покорила меня одним взглядом своих поклоняющихся глаз, ты украла мое сердце, ты захватила меня в плен, вы представляете, мы покорили того, кому нет подобных, того, кому нет соперника, и потом Он говорит дальше такие слова, Он говорит, моя возлюбленная, и в синодальном, и во многих американских переводах там написано «Сестра, моя невеста». Знаете, я еще с детства, когда читала это место, я всегда думала, как-то странно, что это значит «сестра, невеста», как это «сестра и невеста» сочетаются. И знаете, для меня это было непонятно, но когда я прочитала в этом переводе, это настолько, знаете, это не просто выдуманный перевод, это реально глубина, и здесь еще должно прийти тебе откровение, там написано не сестра, а невеста. Там написано равная мне невеста. Слово сестра переводится как равная. My equal. Моя равная мне. Представляете, куда Бог поднял церковь? На какой уровень Бог поднимает церковь? 15 глава Иоанна, 14 стиха. Он говорит, вы показываете мне, что вы мои близкие друзья, если вы исполняете все, что я поручил вам. Дальше. Я никогда не называл вас слугами или рабами. Да, мы всю жизнь читали, как написано. Я больше не называю вас рабами. В оригинале написано, я никогда не называл вас слугами или рабами. Смотрите, я возвращаюсь опять назад. в оригинал. Туда, кем Бог сотворил нас, кем мы были в нем с самого начала. С самого начала, находясь внутри, в сердце Отца, еще до того, как Бог сотворил галактики, вселенную, человека. Он говорит, я никогда, в моем разуме, на мой ум даже никогда не приходила назвать человека слугою, рабом. Никогда. Вы представляете? Это реальность. Здесь написано так. Он говорит, я никогда не называл вас слугами. Почему? Потому что хозяин не доверяет. Или он не общается настолько близко. Он не доверяет своему слуге. Он не делится с ним секретами. Еще это слово переводится, как, знаете, говорить какой-то секрет на ухо. Нету таких близких отношений. Бог не делится со всеми близкими отношениями, своими секретами. Бог делится только с друзьями. Знаете, я всегда считала, что я друг Бога. Я говорила, знаете, мы поем песни, говорим, Дух Святой, Ты мой друг. Я Твой друг. Бог мой самый лучший друг. Но мне Бог однажды задал вопрос. И, знаете, я действительно думаю, Бог, а я друг Тебе? Если мы и наши все молитвы сосредоточены только на нас, Бог, помоги мне, подними меня, сделай что-то со мной, что-то сделай для меня, если все наши молитвы сосредоточены на нас, все наше сообщение с Богом сосредоточено на нас, это говорит мне о том, что я не друг Бога. Потому что здесь написано, что Бог, Он не доверяет слугам, Он доверяет только друзьям, а с друзьями Он делится тайнами. Если Бог может тебе доверить такие вещи, как, например, ходатайство за какого-то другого человека, ходатайство за какую-то другую церковь, за какой-то регион, где Он может поставить тебя ходатаем, ты являешься другом Бога. Бог не доверяет тайны всем. Вы знаете, что у Бога не все люди равны? Я знаю, что мы привыкли говорить о том, что все у Бога равны. У Бога не все равны. У Бога есть любимчики. Бог любит всех одинаково, да, аминь. Он простил всех, всех одинаково омыл кровью. Но у Бога есть разные люди, разные заслуги, разные отношения. Эта партия пыталась сделать всех одинаковыми пионерами, одинаковые галстуки, одинаковая форма. Но на самом деле у Бога разные позиции для людей. И свою позицию выбирает для тебя не Бог, а ты. Ты можешь либо стать самым близким, либо нет. Поэтому, если ты хочешь быть его другом, проверь себя. Проверь, просто посмотри, чем делится с тобой Бог. Доверяет ли Бог тебе тайны? Стоишь ли ты на одном уровне с Иисусом? Может ли Бог поделиться с тобой своим сердцем? Открывает ли Он тебе места из Библии, из своего слова, тайны, которые другим людям кажутся ненормальными, но ты понимаешь их? Ты являешься другом Бога? Смотрите дальше. Потому что Он не доверяет слугам. И слуги не всегда понимают, что делает Хозяин. Это не просто послание Павла или Петра там или еще кого-то. Абсолютно нет. Это слова самого Христа, который говорит о том, кто есть его друзья. Люди, друзья – это люди, которые равны Богу, с которыми Бог может делиться. Знаете, что Богу не нужны советчики, да? Но Он почему-то родил и поднял для Себя человека. Человека, с которым Он делится болью даже об этой земле. И когда Бог делится с тобою, ты потом говоришь Богу, молишься об этом, ходатайствуешь, и ты этим самым даешь Богу легальное право что-то делать на этой земле. Бог не движется без человека. Не потому, что Бог не самодостаточный, и Ему нужен человек, чтобы восполнить Его. Но это была Его мечта, Его замысел, это Его желание родить для себя такую же, как Он, подобную, похожую, равную, чей голос будет точно такой, как голос Бога на этой земле. Я верю, что поднимаются люди самодостаточные, люди, которые настолько знают свою равную позицию в Иисусе, которым не нужен больше никто. Не потому, что они гордые или не подняли себя на этот уровень, но потому, что сам Бог, Он поднял их на этот уровень. Аминь. Вы верите в это? Я верю в слово, которое написано, когда Иисус посылал своих учеников, и Он говорил им, идите, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте. Он говорил это людям. Он не говорил, идите, и я буду это делать. Я знаю, мы боимся об этом говорить, но это реальность. Реальность людей, равных Богу. Вы идите и делайте, потому что это то, кем я сделал вас. Вы посажены со мной в небесах. У вас та же позиция чести. Вы не можете опуститься низко. Вы не можете себе присвоить славу. Знаете, почему мы не можем присвоить себе славу? Потому что слава уже дана нам. Написано, кого Он предопределил, тех и прославил. Мы не можем себе приславить славу, потому что она уже принадлежит нам. Он уже присвоил эту славу нам. Аминь. Я верю, что это то, куда Бог поднимает церковь. Я верю, это время и место, в которое Бог ведет нас. В свою реальность. Абсолютно новую реальность. Даже я скажу, не новую. Это оригинал. Это оригинальное место. Это оригинальное время. Это время, когда Царство Бога, я мечтаю об этом, Царство Бога настолько захватит эту землю. Вы знаете, я больше не могу смотреть на реальность того, как в нашей церкви приезжают какие-то помазанные люди и вызывают наперед нас же, христиан, помазанных, в нашей церкви. И мы все каждый раз проходим через освобождение опять. Это не реальность Бога. Это болезнь, которую Бог хочет исцелить. Реальность, это когда здоровая церковь выходит на улицы исцелять больных людей. Согласитесь? Это я знаю, мы все об этом думаем. Мы все это носим внутри себя. Но пока мы копаемся, вы знаете, в своих этих коробочках, копаемся, боимся даже поднять свои глаза и даже что-то помыслить, не бойтесь мыслить, не бойтесь мечтать, не бойтесь думать о том, кем Бог сделал нас. Он говорит, как я читала Колоссяна, он говорит, пускай вас естественная реальность не отвлекает. Не думайте, что это что-то, что вы придумали, что это ненормально. Знаете, каждый раз, когда я попадаю в это место какой-то, может, не депрессии, но уныния, я возвращаюсь назад туда и начинаю об этом думать и мечтать. Как я могу унывать или сидеть в депрессии, или не знать, куда я движусь, куда я иду, когда Он поставил меня на один уровень с Ним. Да, я, может быть, сейчас это еще не настолько переживаю, но я знаю, что мы растем туда, мы идем туда, потому что я позволила Богу взращивать во мне эту мечту. Я разрешила Ему, я разрешила себе хотя бы так сказать. Я разрешила себе мечтать об этом, потому что это то, что обо мне думает Бог. Он говорит, ты равная мне, невеста, равная, ставшая на один уровень со мною, там, где я. Аминь. Аминь. На этом все сегодня. Я просто поделилась с вами, может быть, короткой мыслью, но я так хочу, чтобы церковь я понимаю, что у нас есть сезоны, я понимаю, что у нас есть сезоны, в которые мы заходим и выходим, сезоны, где бывает тяжело, бывает трудно, но вы знаете, я не знаю, я немножко устала от этого сезона, вы не устали? Я устала, что мы постоянно об этом говорим, постоянно, постоянно, постоянно мы, мы никак не можем вылупиться из этой скорлупы, никак не можем выйти на поверхность и поверить в то, куда Бог ведет нас. Он говорит, все, теперь уже пришло время, чтобы ты могла подняться со мной на вершину. Аминь. Вы верите в это? Аминь. Давайте мы сейчас встанем. Сейчас встанем просто в этой, просто в нескольких словах этой короткой молитвы, просто как конгрегация, как его тело, как те, кого он призвал к этому. И если вы реально верите в это, просто скажите ему. Иисус, мы устали ковыряться в своих проблемках, в постоянных сезонах, выхожу, захожу, уже готов сдаться, сдернуть на небо. Бог, мы устали от этих сезонов. Мы понимаем, что всему свое время и возраст это тоже процесс. Детей, отец, смотря на наши недостатки, все равно любишь, все равно наслаждаешься. Я знаю, Иисус, что хотя мы выглядим в своих глазах, как эта невеста, которая говорит, я темная, я обожженная на солнце, я выгляжу плохо. Но я знаю, Иисус, что ты смотришь на нас и ты говоришь, ты моя совершенная, в тебе нет никакого недостатка. Перестань унижать себя, перестань уменьшать тебя. Пришло время, когда ты должна подняться. Я возвеличиваюсь и поднимаюсь через тебя, моя невеста. Я поднимаюсь через тебя, мое тело поднимается на этой земле. Тело, которое поверит, поверит в то, для чего оно было рождено. Иисус, мы верим в эту истину, Бог. Если даже никто не верит, я верю, Отец. Возьми меня в эту реальность, Бог, я хочу быть ненормальной. Возьми меня в эту реальность, Иисус, пусть я буду первой. Я хочу быть этим оригинатором, я хочу быть этим ключевым человеком, который возьмет из своего духа эту реальность. который возьмет эту реальность, Бог, который будет мечтать об огромном, о настоящем, об оригинальном, Бог, возьми меня туда. Возьми нас, как свое тело, в эту реальность. Бог, пусть мы перестанем копаться, копошиться, как эти курицы в этом курятнике. Отец, пусть наш дух начнет высвобождать реальность Твоего царства. Чтобы мы перестали мечтать об этих дворцах на небе, чтобы мы увидели Твою реальность атмосферы, атмосферы царства, атмосферы царства здесь, на земле, на земле, Бог, чтобы наш голос, он мог сотрясать голос с этой нацией, Бог, чтобы мы могли менять атмосферу. Отец, почему мы все время такие жалкие? Мы только говорим и ничего не можем, но это не то, как ты видишь нас. Когда ты пообещал своему сыну невесту, ты никогда не даешь в подарок ничего мелкое. Когда ты пообещал ему невесту, ты сказал, я сотворю что-то, что будет достойно тебя, что-то, что будет достойно невеста, это сокровище, за которое он смог отдать свою жизнь, свою душу, ради которой он стал человеком, он стал ною, чтобы я могла стать им. Бог, подними твое тело на этот уровень, подними невесту на этот уровень, Отец, это не просто слова, это не просто очередная проповедь, где мы пришли, послушали, позевали и ушли домой. Пусть наше сознание перевернется, Отец, пусть наше сознание и реальность, она перевернется, Бог, дай нам увидеть, что ты называешь нас равными тебе. Когда человек, равный Богу, заходит в место, где полно зависимых людей, атмосфера меняется, все меняется, цепи падают, царство тьмы рушится, демоны не знают, куда спрятаться, это атмосфера царства, пускай мы принесем ее сюда, когда уже мы перейдем за грань этой естественной реальности, Бог, когда уже мы перестанем говорить о новом, верни в нас в оригинальное, Бог, верни в нас оригинальное, мы не знаем, о чем мы говорим, когда мы говорим о новом, я хочу назад, в оригинальное, туда, кем я была в тебе, зная твои мысли, понимая, чувствуя тебя, в состоянии высвобождать тебя, отец, я не хочу туда, где были апостолы, не хочу, Бог, не хочу, родной, не хочу, я хочу туда, где ты, в атмосферу твоей реальности, Иисус, внутрь тебя, в твое сердце, сокрытые во Христе, вы умерли для старой жизни, теперь вы есть новое творение, сокрытое внутри меня, невеста, вышедшая из меня, спасибо, Иисус, что это произойдет, что мы идем к этому, что ты срываешь эту занавес, это покрывало с наших глаз, с нашего сердца, и ты вводишь нас абсолютно в другую реальность, спасибо за идентичность с тобою, спасибо, любимый, мы хотим быть ненормальными и сумасшедшими, я верю, что время закрытых церквей, оно закончится, я верю, что время невесты выйти из зданий приходят, мы выходим на улицы, неся твое знамя, понимая, кто мы есть, входя в твой образ, входя в твое подобие, отец, я буду говорить об этом, пока я не увижу это, во-первых, внутри себя, и потом в людях, которые окружают меня, спасибо тебе за это, во имя Иисуса Христа и вся церковь сказала Аминь. Аминь. Аминь.